Дорогие друзья, что я, как кандидат в депутаты Московской областной думы, хочу не на словах, а на деле сделать, чтобы жизнь народа стала лучше, чтобы товары на прилавках стали для нас доступнее, чтобы экология, которая пострадала от неуемной погони за прибылью, стала более прекрасной, более чистой. Я готов уже этой осенью дать возможность каждому гражданину поддерживать те предприятия, продукция которых наиболее востребована народом. Народное инвестирование позволит развернуть вот эту гонку за прибылью в сторону улучшения качества и создания все более и более эффективных производств и в конечном итоге позволит сделать товары для нас доступными, как для граждан. Что для этого мы уже сделали? Для этого уже есть разработанная платформа, мобильная платформа, которая прямо со смартфона позволяет выбирать и инвестировать в те предприятия, продукции которых наиболее интересно гражданам. Но есть одно очень важное, я бы сказал, препятствие для этого. Дело в том, что уровень благосостояния народа оставляет желать лучшего. Это мягко сказано, но это так. Поэтому наша задача сейчас дать людям возможность использовать ресурсы для того, чтобы поддерживать инновационную экономику, инновационные предприятия. Что же делать? Решение есть и его нам сейчас прямо диктует в самом время. Дело в том, что в наступающей экономике шестого технологического уклада, которая прямо сейчас у нас с вами на глазах возникает, появляются все новые производства продукции со все более высокими потребительскими характеристиками. И в экономике стартапов время, которое конечный потребитель уделяет тому или иному проекту, является даже более ценным, чем время эксперта. Потому что каждый гражданин, который хочет стать потенциальным клиентом этого предприятия или этого стартапа, становится особенно ценен для него. Но что же сделать так, чтобы это время действительно было ценно? То время, которое человек уделяет для того, чтобы посмотреть тот или иной проект, то или иное предложение. Здесь государством, которое имитирует национальные валюты, нужно сказать, что граждане представляют для них ценность, а политикам определить время и ценность минимального времени внимания гражданина. Сколько оно составляет? Я, как кандидат в депутаты, предлагаю законопроект, по которому минимальное время внимания гражданина приравнивается минимум в одну тысячу рублей ежемесячно, который будет направляться на специальный инвестиционный счет гражданина. Это позволит в масштабе Московской области пяти миллионам граждан инвестировать до пяти миллиардов рублей ежемесячно. Это позволит поднять экономику региона прямо уже в семнадцатом году. И далее уже в восемнадцатом году этот опыт использовать на всю страну. Для того, чтобы это стало возможным, у нас есть такой инструмент, есть такой фонд. Фонд называется фонд национального благосостояния. В фонде национального благосостояния находится почти пять триллионов рублей. Эти средства сам народ должен принимать решение инвестировать в то или иное предприятие. А иначе для кого он? Это же народный фонд для уровня благосостояния народа. Поэтому, когда граждане сами смогут выбирать необходимые им товары, потребителями которых они являются, это позволит поддерживать эти предприятия, улучшать благосостояние граждан, народа и, соответственно, развивать инновационную экономику в стране. Правило, которое мы предлагаем для этого, на самом деле оно очень простое правило. И оно даже, я бы сказал, очевидное. Когда государство имитирует деньги, граждане их инвестируют, а бизнес осваивают. Тогда получается, что все стороны поддерживают и развивают друг друга, и создают в стране инновационную экономику. Уже этой осенью я проведу этот законопроект в областной думе. Поддержите меня. И я скажу вам вот такую важную вещь. У нас в русском языке нет такого слова победить в яичном лице в будущей форме. Нет понятия победю. Только вместе, только вместе мы можем с вами победить. Я верю, что вы меня поддержите. Потому что я искренне хочу сделать так, чтобы народ жил лучше в нашей стране. Спасибо, друзья. За нашу победу. Спасибо.